КИНОЭКРАНЫ «Сказки» от Тима Бёртона. Джейк, ты вовремя. Мисс Перегрин, рада знакомству. Он невидимка. Так и есть. Таких, как мы, называют странными. Это рецессивный ген, который передается по наследству. Пять лет назад свет увидела необычная детская книга под названием «Дом странных детей Мисс Перегрин». Ее автор, коллекционер необычных фотографий Ренсен Рикс, изначально планировал выпустить альбом с наиболее интересными из собранных снимков. Редактор же посоветовал Риксу написать художественную книгу для подростков, проиллюстрированную теми самыми фотографиями. Так писатель и поступил. Главный герой «Дома странных детей» тинейджер по имени Джейкоб рос на историях своего деда о детском доме, где тот рос, и где рядом с детьми жили волшебные создания. Конечно же, мальчик не воспринимал эти рассказы всерьез, до тех пор, пока возле тела умирающего дедушки не увидел странное существо. Тут-то Джейкоб и понял, что те детские сказки могли быть вовсе и не выдумками. Подросток решает выяснить правду и, чтобы сделать это, отправляется на поиски таинственного детского дома. А добравшись до него, узнает, что сверхъестественное на самом деле существует и с головой погружается в его мир. Роман Рикса моментально стал бестселлером, и студия «Двадцатый век Вокс» поспешила приобрести права на его экранизацию. Поставить ее доверили одному из главных в Голливуде мастеров по созданию необычных чарующих миров — Тиму Бертону. Режиссер славился привычкой регулярно привлекать к своим проектам одних и тех же актеров и членов съемочной группы. На сей раз, однако, Бертон изменил своей привычки и собрал команду по преимуществу из новых для себя людей. В плане исполнителя главной роли этой, понятно, не так много найдется звездных подростков, уже снимавшихся у Бертона. Исполнитель роли Джейкоба, Эйса Баттерфилд, уже успел хорошо зарекомендовать себя, отлично сыграв за главного героя в экранизации культового фантастического романа «Игра Эндера». Там он играл гениального юношу, который в школе для самых одаренных детей Земли готовился стать спасителем человечества. Джейкоб в чем-то схож с тем героем, но одновременно и заметно от него отличается. Он тоже попадает в особую школу. Здесь, вдали от глаз обывателей, воспитываются дети, обладающие невероятными способностями. Например, летать, читать мысли или подчинять себе огонь. А вот сам Джейкоб за собой подобных талантов не замечал. И тем не менее, именно от него будет зависеть судьба прочих детей. Я всегда знала, что ты особенный. Пора тебе узнать, на что ты способен. Их воспитательницу Мисс Перегрин играет Ева Грин. Она же стала лицом картины. Актриса ранее уже снималась у Бёртона, но всего один раз. А вот Сэмюэл Л. Джексон, сыгравший антагониста, с режиссером работает впервые. Персонажа Джексона зовут Мистер Барон. И он возглавляет тварей, стремящихся уничтожить странных детей. Новички фильмов Бёртона есть не только среди актеров. Музыку для большей части фильмов режиссера писал знаменитый Дэнни Эльфман. А вот композиторами «Дома странных детей» стали молодые композиторы Майкл Хаэм и Мэтью Марджисон. К счастью, привлечение новых людей, судя по всему, не помешало Бёртону снять хорошее кино. В Америке фильм вышел на прошлой неделе и собрал достаточно положительные отзывы. Судя по ним, «Дом странных детей» получился стильным, красивым, немного странным и эмоциональным. Как раз этого мы и ждем от фильмов Тима Бёртона. Пообещай мне, Джейк. Что позаботишься о них? Обещаю. Кроме того, на этой неделе в кинотеатрах появится сиквел культового ужастика «Ведьма из Блэр». Продолжение получила под заголовок «Новая глава» и рассказывает о братье главной героини первого фильма. Он вместе с друзьями отправляется на поиски пропавшей там 20 лет назад девушки. Само собой, это означает встречу с притаившимися в чаще леса ужасами. Отечественный драма «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли. Он играет мастера выбивать долги, способного найти слабое место у кого угодно. Но однажды он сам становится жертвой. Одна из его бывших мишеней берется жестоко отомстить. И у «Коллектора» есть лишь одна ночь, чтобы выбраться из смертельной ловушки. Триллер «Импульс», герои которого благодаря новому наркотику могут воплотить в жизнь свои самые смелые мечты. Но безудержное развлечение очень быстро оборачивается кошмаром. Комедия «Еще один мальчишник», главный герой которого, плейбой и ловелас Аарон, рискует потерять лучшего друга. Тот взял и влюбился, а потому планирует завязать с разгульной жизнью. Чтобы не допустить этого, Аарон решает закатить дикую вечеринку, чтобы его друг вновь почувствовал все прелести свободы. На пятую строчку американского проката опускается чудо на гудзоне. Как и ожидалось, сборы картины в Штатах на днях перемахнули за 100 миллионов долларов. Это уже пятый фильм, достигший подобного рубежа в режиссерской карьере Клинта Иствуда. А в актерской карьере Тома Хэнкса таких картин страшно представить. Уже 19. На четвертую строчку опускаются аисты. Здесь после полутора недель в прокате набралось чуть менее 40 миллионов долларов в американской кассе, и менее 80 миллионов в мировой. На третью позицию отступает великолепная семерка. На второй строчке дебютирует основанная на реальных событиях драма «Глубоководный горизонт». Картина с Марком Уолбергом в главной роли собрала достойные отзывы зрителей и прессы, однако монетизировать высокие оценки в кассовые сборы не смогла. В активе ленты всего 20 миллионов долларов. С одной стороны, это серьезное достижение, перед премьерой многие аналитики не давали горизонту этого. С другой стороны, при заявленном бюджете в 120 миллионов долларов, такой результат равнозначен катастрофе. Впрочем, многие считают, что с таким ценником фильм был заранее обречен на провал, и никакие бы даже рекордно высокие сборы его не спасли. А на первом месте стартует новая картина Тима Бёртона «Дом странных детей Мисс Перегрин». За дебютный уикенд фильм заработал чуть менее 30 миллионов долларов. Это лучший старт для проектов Тима Бёртона со времен «Мрачных теней». Вот только есть несколько «но». Во-первых, «Мрачные тени» так и не окупились в прокате. Во-вторых, все последующие фильмы Тима Бёртона также не преуспели в зарабатывании денег. Учитывая высокий производственный бюджет новинки, стартовой тридцатки может не хватить для того, чтобы окупить все понесенные затраты. Тогда все надежды останутся на международный прокат. В российском прокате на пятую строчку опускается лидер прошлой недели вестерн Антуана Фукуа «Великолепная семерка». На четвертой ступеньке держится комедия «Жених». Картина с Сергеем Светлаковым в главной роли входит в тройку самых кассовых отечественных релизов года. На третьей позиции дебютирует «Глубоководный горизонт». Неважные сборы в 70 миллионов рублей словно бы намекают, что в нашей стране трагедия, развернувшаяся пять лет назад в Мексиканском заливе, попросту мало кому интересна. Вторую строчку в упорной борьбе с «Глубоководным горизонтом» отвоевали аисты. Разница составила не более миллиона рублей. А на первой строчке стартует «Дуэлянт». И сразу можно сказать, что новый, амбициозный отечественный проект с бюджетом в три четверти миллиарда рублей абсолютно не оправдал ожиданий. С учетом массированной рекламной кампании, даже самые скромные прогнозы сулили фильму Алексея Мизгирева как минимум 250 миллионов рублей. На деле же «Дуэлянт» не дотянул даже до 160 миллионов. На этом все. Смотрите только лучшее. На этой неделе на киноэкраны выходят. Продолжение одного из лучших ужастиков 90-х, отечественная драма и пара фильмов о всеми самыми фотографиями. Так писатель и поступил. Главный герой «Дома странных детей» тинейджер по имени Джейкоб рос на историях своего деда о детском доме, где тот рос. И где рядом с детьми жили волшебные создания. Конечно же, мальчик не воспринимал эти рассказы всерьез. Майк, ты вовремя. Мисс Перегрин, рада знакомству. Он невидимка. Так и есть. Таких, как мы, называют странные. Это рецессивный ген, который передается по наследству. Пять лет назад свету учеринках. Один пугающий, другой веселый. Подробнее о них в конце выпуска. А пока про главное. Стартует прокат новой мрачной сказки от Тима Бертона. Видела необычная детская книга под названием «Дом странных детей. Мисс Перегрин». Ее автор, коллекционер необычных фотографий Ренсен Рикс, изначально планировал выпустить альбом с наиболее интересными из собранных снимков. Редактор же посоветовал Риксу написать художественную книгу для подростков, проиллюстрированную книгу для подростков.